отличающие ее от других – это уважение к личности, уважение к ее свободе, к ее правам. Это не означает, что в истории западной цивилизации не было рабства, оно действительно было, не было войн и насилия. Но все это было и у других цивилизаций. И Запад тогда развивался, когда он стремился вот этот кружок под названием НАП расширить. То есть отказаться от рабства, отказаться от насилия, от смертной казни, отказаться от войн, двигаясь в направлении вечного мира по идеологии Канта. И это означает, что Запад – это в конечном итоге прогресс на основе уважения индивидуальной свободы. Или, проще говоря, на основе свободы. Потому что Non-Ingestion Principle не существует без признания свободы других людей. Тем не менее, Западу всегда хотят что-то противопоставить. Что, с моей точки зрения, в реальности хотят противопоставить Западу? Так называемые антизападные лидеры или антизападные общества. Они на самом деле не говорят о ядре своей цивилизации, которую они предлагают. Но если ядром западной цивилизации является уважение к личности, ее правам, то ядром довольно скрываемым, как бы закамуфлируемым является принцип агрессии. Агрессии против неагрессоров. Насилие – это то, что нравится антизападным обществам. Они этим живут психологически, культурно, экономически, как угодно. Но при этом общество не может полностью все состоять из насилия. Даже в Древнем Египте люди хотя бы частично, но торговали. Хотя бы частично, но было что есть. И в этом смысле в любом обществе есть традиции, в том числе здоровые традиции. Есть культура, есть история. И вот этими вещами можно прикрываться как фиговым листочком, который тоже, по всей видимости, был придуман греческими скульпторами, античными скульпторами. И в этом смысле, если мы этот фигов листочек сорвем, то мы поймем, что в основе антизападной риторики или антизападных обществ лежит очень простая идея. Если для Запада главный принцип – это NAP – Non-Aggression Principle, то для антизападных обществ – это как раз-таки насилие. Насилием заменить все, что было достижением цивилизации. Ведь здесь мы приходим к некоторому самоотрицанию. Потому что если вы хотите уничтожить все западное, если Запад – это исключительно зло, то вам придется уничтожить в том числе таких антизападных мыслителей, как, например, Освальд Шпенглер или Карл Маркс или Жан-Жак Руссо. Они были противниками цивилизации, вообще любой цивилизации. И здесь получается такая самоаннигиляция. То есть если вы действительно хотите уничтожить западную цивилизацию, вы, по сути дела, хотите уничтожить себя. Потому что те, кто не приемлет западное общество, также были порождены той самой западной цивилизацией, западными мыслителями. Поэтому единственный способ рационального понимания состоит все-таки в уважении цивилизации, с пониманием того, что она порождала много и плохого, и войны, и рабства, и насилия. Но в своем главном направлении она стремится все это заменить принцип добровольного сотрудничества.